Давайте сразу определимся, в чем разница между здоровой любовью и патологической любовной зависимостью. А в конце этого видео я дам конкретные техники для избавления от этого негативного состояния. Если немного пофилософствовать, то можно сказать, что зависимость – это я тебя люблю, потому что ты мне нужен, а любовь – это ты мне нужен, потому что я тебя люблю. Но самое главное отличие – это то, что когда человек любит, он испытывает чувство наполненности. При любовной зависимости, наоборот, внутренняя пустота и опустошение. И как раз вот эту пустоту человек и пытается заполнить с помощью другого человека. При этом у человека нет желания сделать счастливым другого, а есть сильное и нестерпимое желание обладать другим и контролировать его. При любви, при здоровой любви, человек может искренне порадоваться за объект своей любви, если он или она счастлив не с ним, счастлив с другим человеком в браке, в союзе. При любовной зависимости такой сценарий вообще невозможно представить, потому что есть дикое и нестерпимое желание слиться воедино, влавствовать и иметь вот это стопроцентное слияние с объектом зависимости. Кстати, это может быть хороший тест для вас определить, есть ли у вас любовная зависимость или нет. Нет. Представьте на секунду, что ваш партнер или партнерша с вами не навсегда. Или что вы для него или для нее тоже не навсегда. Сама эта мысль может хорошенько отрезвлять. Но если для вас нестерпимо представить даже на секунду вот то, что вы друг с другом, с партнером не навсегда, то есть большая вероятность, что в детстве у вас была травма отверженности, травма так называемой привязанности, которая является первопричиной зависимых отношений. Об этом я расскажу чуть позже. При любовной зависимости мы имеем такой гремучий коктейль из различных очень сильных эмоций, таких как, например, страх. Страх потерять партнера, страх быть отвергнутым. Эйфория, когда мы вместе. Страдания, когда мы в разлуке. И это все происходит на очень сильных гормональных всплесках. То есть получается, что такие гормональные качели, окситоциновые качели, дофаминовые, адреналиновые качели. И это в прямом смысле становится зависимостью, похожей на наркозависимостью. Но, к сожалению, именно такая эмоциональная, яркая, нестерпимая, вместе с ревностью, любовь с детских времен, с различных песен, романов, кинофильмов воспевается многими поэтами, художниками. И если вы посмотрите все сериалы, все какие-то песни грустные про любовь, они про это. Почему? Потому что здоровая любовь, здоровые отношения, они скучные. Ну что там, что об этом снимать фильм, что об этом говорить, когда два человека любят друг друга, заботятся друг о друге, вместе растят детей, доверительно, открыто общаются. Что здесь интересного? А вот такая любовь, где есть страсти, где есть измены, где есть ревность, где есть упреки и желание, нестерпимое быть вместе, вот это и воспевается зачастую. И, к сожалению, многие из нас считают, что вот это и есть настоящая любовь. А все такое ровное, это что-то более такое несерьезное. Здоровая любовь, поэтому и не приветствуется во многих культурах. Да, потому что мы сами тянемся за такой невротической любовью, не осознавая этого. Чаще всего любовная зависимость бывает у тех людей, которые в детстве имели опыт травмы привязанности. В норме, в оральном периоде до полутора лет, у ребенка должно сформироваться глубокое чувство безопасности и стабильности за счет того, что когда ему плохо, когда он испытывает какие-то негативные чувства, есть некий внешний большой любящий объект, это может быть мама, папа или другой родительский объект, с которым он может слиться и почувствовать себя в безопасности, почувствовать себя любимым, почувствовать вот эту стабильность. Но если этот период проходил с отвержением, если родительская фигура не смогла дать этого, то получается во взрослой жизни такой человек будет искать какую-то фигуру извне для того, чтобы слиться с ней и почувствовать себя в безопасности и в комфорте. Также травма привязанности может быть у детей, которые воспитывались гиперопекающим родителем, но чисто функциональным, там, где не было эмоциональной сферы. Например, ваша мама могла вас кормить, убирать за вами, покупать одежду, но при этом эмоционально она была очень холодная, отстраненная и не давала вам почувствовать вот эту эмоциональную близость, безопасность и любовь. И, к сожалению, это тоже может приводить к такой сильной глубокой травме привязанности. Но самая глубокая травма привязанности, конечно же, возникает у деток, которые воспитывались в детдоме, либо без родителей, или с сильно очень отчужденными и холодными родителями. И это приводит к тому, что во взрослой жизни подобный человек ищет неосознанно, ищет подобный объект, как правило, холодного, отвергающего мужа или жену, и отделяет сам их качествами, которые они не обладают, для того, чтобы вновь начать перерабатывать, трансформировать вот свою травму детскую. Он словно бы доказывает сам себе и этому человеку, я докажу тебе, что меня можно любить. Я докажу тебе, что я достоин слиться с тобой воедино, и я достойный этой любви. И когда этот партнер вдруг отвергает его, то страх настолько сильный и переживания настолько сильные, словно как у ребенка полутора лет, который теряет свою мамочку или папочку и понимает, что он просто не выживет. Либо бывает по-другому, что когда, например, вы увидели такого партнера, и увидели в нем просто свет в оконце, смысл жизни, и поняли, что ради такой любви стоит жить, интуитивно вы начинаете много давать в эти отношения, заботиться, часто общаться, названивать своему партнеру, контролировать, ревновать, и вас становится так много в этих отношениях, что партнер вынужден уже сепарироваться от вас, отделяться, может быть, проявлять свои какие-то не самые лучшие качества, потому что ему хочется немножко дифференцироваться от вас. И в этот момент вы воспринимаете это как отвержение, и это вызывает непереносимую боль, потому что это напоминает неосознанно ту травму детства, когда очень важный, заботливый объект для вас также остранялся или отдалялся. Понимаете, если у меня нет внутренней психологической зрелости, если у меня нет ощущения собственной значимости, достаточности, то я всегда буду искать счастье где-то вовне, а не в самом себе. Если один человек заменяет мне весь мир, то получается, что своего мира-то у меня и нет. Также у зависимого человека есть сверхценная идея отношений. Сама мысль о том, что я могу прожить всю жизнь в одиночестве, просто непереносима для такого человека. У таких людей в голове может быть установка, что если со мной рядом нет партнера или партнерши, то такая жизнь просто не жизнь, она мне не нужна. И поиск партнера для того, чтобы он или она стала моим «папой» или «мамой» становится смыслом жизни. И, как правило, эти люди со такой сверхценной фанатичной идеей отношений начинают очень сильно вкладываться в эти отношения, вкладываться намного сильнее в другого, чем в себя. И потом, спустя время, когда другой партнер сепарируется или отходит из этих отношений, становится больно настолько сильно, как будто ты теряешь часть себя, как будто ты теряешь свою руку или ногу. Такой человек становится профессионалом в страданиях. Он вначале очень много, чрезмерно вкладывается в другого, в отношения, а потом расстраивается и очень сильно переживает из-за того, что его вклад не оценили. На этом, кстати, будет построена одна из техник для избавления от любовной зависимости, которые я расскажу чуть позже в этом видео. Первое. Признайте себе, что у вас есть зависимость, что это не вы управляете эмоциями, а эмоции управляют вами. Прямо начните отслеживать признаки своей зависимости. Как вы переживаете, как вы ревнуете, как вы контролируете и думаете о нем или о ней. Второе. Вот те эмоции, которые вы испытываете рядом с этим человеком или без него, возьмите на себя ответственность за них. Это не он, причина того, что я радуюсь или огорчаюсь. Все эмоции я беру на себя. То, что я их испытываю, это я выбираю испытывать те либо иные эмоции. Третье. Посмотрите на вашего партнера, на настоящего. Не на тот образ в голове, который создало ваше бессознательное с вашими проекциями и додумываниями. Прямо для этого можете выписать все поступки, которые совершил ваш партнер, особенно негативные. И, быть может, вы увидите, что это абсолютно не тот человек, с кем я общаюсь в своей голове. Это другой человек, а в моей голове это всего лишь образ. И четвертое. Самое важное. Начните постепенно возвращать себе себя. Задайте себе вопросы. А кто я без этого партнера? Какая я без этого партнера? Начните подращивать своего внутреннего ребенка, потому что именно вот эти пустоты внутри себя, которые я заполняю другим человеком, они и есть раны того внутреннего ребенка, которого я стараюсь обезболить, обезвредить. Для этого вы можете посмотреть видео на моем канале «Как полюбить себя». Но, конечно же, более результативно это можно сделать вместе с психологом. А теперь давайте поговорим о том, какие конкретные терапевтические техники помогут вам избавиться от оков любовной зависимости. Первая техника называется «Сублимация». Напишите рассказ, поэму, историю любви, сценарий для фильма, все что угодно про вас и вашего партнера. Это может быть прям большое, полноценное сочинение. Вы можете писать это не один день, а ставить немножко через перерыв на потом, на попозже, писать неделю, может быть даже месяц. Пускай это будет длительная терапевтическая практика для вас. Это будет история, может быть, красивой любви со счастливым концом, где вы напишите и опишите все переживания, которые были в вашей жизни. Вы побудете и в лице вашего возлюбленного, как автор. Вы побудете и в лице вас, переживающего все эти эмоции. И будет очень здорово, если в конце, когда вы будете заканчивать эту историю про, например, вас, имя, да, можете написать и мужчину или женщину, вы закончите фразой «Прощай, желаю счастья в личной жизни», как некий факт и как некий акт отпускания этой любовной зависимости. Вторая техника – это вы можете написать прощальное письмо, но не отправлять его вашему мужчине. Вы можете описать в этом письме все свои эмоции, все переживания, всю ту боль, которая постоянно была в этих отношениях. Потому что наверняка в этих отношениях были моменты эйфории, как я сегодня рассказывал, да, любовная зависимость, она во многом гормонально-наркотическая и без эйфории она не могла бы существовать. Но при этом почему-то постоянно фоном были страдания, были переживания, было ощущение, что я себя теряю. Вот это все и опишите в данном письме. И после того, как вы его напишите, вы можете либо его сжечь, либо пепел развеять по ветру, либо выбросить в реку, как тоже некий факт того, что вы отпускаете это в прошлое и освобождаетесь от данной зависимости. Ну и третье, как я уже говорил, вы строите отношения из зависимого состояния. Вы, как правило, очень много вкладываете в это отношение. Я предлагаю вам сделать упражнение из эмоционально-образной терапии, когда вы в спокойном состоянии, закрыв глазки, представите вашего партнера или партнершу и поймете, осознаете, что за время этих отношений вы очень многое вложили в него или в нее и в эти отношения. И просто увидите, почувствуете, что вы отдали, какую часть себя вы инвестировали, вложили в партнера. И пусть это придет вам в виде какого-то образа или символа. Например, вы почувствуете, что вы отдали партнеру свое сердце. Оно может быть как настоящее бьющееся сердце, как искусственное сердце. Верните его себе со словами «я возвращаю это себе, потому что это мое» и прям растворите внутри себя. Возможно, вам придет какой-то другой образ. Образы могут быть абсолютно разные, все что угодно. Например, образ белого листа или белый лебедь, или красная ручка, или машинка, все что угодно. И представьте, что для вас это символизирует. И после осознания, что для вас именно это символизирует, возвращайте это себе. Но, возможно, вы почувствуете, что за время этих отношений вы также и получили от партнера что-то, что для вас сейчас, ну, как знаете, как заноза в душе. Что-то инородное, что-то не ваше. Быть может, вы стали менее уверены в себе. Быть может, вы чувствуете какую-то тревогу после общения с этим человеком. И вот также в образе какого-то символа представьте эту тревогу или эту неуверенность, которая появилась у вас после отношений с этим человеком. И также этот образ извлеките из себя и отдайте этому партнеру. Все в своем воображении, все работая лишь с образами. Вы можете качественно изменить отношения внутри себя и отношения с вашим партнером. Ну и также под роликом дам ссылку на медитацию, медитацию, которая позволяет избавиться от созависимых отношений. Медитация, которая позволяет разорвать вот эту порочную связь, от которой уже самому тяжело и расстаться тоже не могу. И сделав ее, вы еще качественнее проработаете вот эту свою зависимость. Ссылка будет в описании под этим видео. Я хочу вам сказать, что помните, любовь это очень сложное понятие, и каждый вкладывает свое в это слово. Но гораздо важнее это то, насколько открытые, доверительные, искренние, насколько отношения как с равными, здоровыми и уважающими друг друга партнерами. Поэтому не стремитесь к яркой эмоциональной любви, стремитесь к тому, чтобы у вас было доверие, открытость и возможность общаться друг с другом на любые темы. Это очень серьезный фундамент для отношений. С вами был Константин Никулин, до встречи в следующих видео. А пока подпишитесь на мои соцсети, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и пишите комментарий. Я буду вам благодарен за обратную связь.